Приветствую, друзья. Давно мы с вами не касались темы ЦАПов изначальной ценовой категории. Это, как ни крути, наиболее востребованный сегмент. Сегодня я предлагаю рассмотреть обновленную версию того самого Topping D10, который в новой своей инкарнации получил приставку Balanced и, соответственно, балансные выходы. Хотели что-то недорогое на балансе? Вот это как раз оно. Собственно, поехали. Коробка на этот раз просто изумляет своей компактностью. Очень редко топпинг отходит от своих стандартных параметров. Хотя все основные детали остались на своих местах. Это логотип пройденной Hi-Res Audio сертификации и ссылка на официальный сайт компании. В комплекте находим, конечно же, метровый USB кабель, два переходника с 6.35 мм на XLR разъемы и стандартный набор документации со всеми возможными графиками измерений. Корпус устройства полностью металлический и на этот раз абсолютно неразборный. Пробовал выкрутить все винты, но единственное, что смог, это вытащить блок с экраном и заглянуть внутрь. Так что показать вам начинку, увы, опять не получится. Но мы и так знаем, что там используется преобразователь ESS ES9038Q2M и USB-чип XMOS XU208. Все это с поддержкой разрешения до 32 бит, 384 кГц и DSD256. Сверху аппарата красуется наклейка сертификации, а снизу он фиксируется на четырех резиновых ножках. Из входа, вот уж сюрприз, у нас только здесь USB. Оптика и коаксиал обеспечивают тут цифровые выходы. Ну и вишенкой на торте имеем два балансных TRS выхода 6.35 мм. Это именно балансные выходы, как в современных аудиоинтерфейсах, не пытайтесь туда втыкать наушники. Соответствующие кабели я, например, давно уже использую с карточками EMU, Focusrite и Motu. Ну а если у вас таких нет, то можно воспользоваться переходниками из комплекта на всеми любимый XLR. Получается, конечно, не так гибко, но вопрос решает. Спереди же находится огромный дисплей без каких-либо органов управления. На нем отображается текущая частота и тип сигнала. Сомнительная, конечно, от того польза, но красиво почему нет. Питается аппарат по USB, при работе особо не греется, да и места на столе не занимает. Алгоритм работы здесь просто и очевиден. Подключаем ЦАП к компьютеру, планшету или приставке и собираем аналоговый сигнал с РС или же передаем цифру дальше по оптике и к Аксиалу, если вы планируете его использовать в качестве конвертора. Кстати, очень, на мой взгляд, толковое решение. Я его использовал с моими мониторами Yamaha и усилителем для наушников SMSL Ho200 и Topping L5. Есть, конечно, у меня и аппараты попроще, но лучше взять вот с задатком, чтобы точно раскрыть потенциал героя нашего обзора. Под Windows 10 аппарат определяется автоматически, способный к работе посредством WASAPI драйверов, однако имеет смысл скачать и установить драйвера с официального сайта. Это поможет более тонко настроить задержку и получить полноценный ASIO интерфейс. Я, лично, софт для XMOS очень уважаю и всегда устанавливаю. Только копаться в нем не советую, можете накрутить себе лишних проблем. С Android, кстати, аппарат тоже прекрасно работает, если есть в том необходимость. Как обычно, напрямую или же через системный микшер. С замерами Topping реально показывает класс. Отличный уровень шума, шикарный динамический диапазон, просто невероятно низкие гармонические и интермодуляционные искажения, уходящие за предел минус 110 дБ. Разве что у АЧХ есть незначительный спад на полдецбела на 20 кГц и подкачало взаимопроникновение каналов, отчего общий результат получил оценку очень хорошо, а не отлично. Возможно, конечно, виноваты в том мои межблочные кабели, но это очень вряд ли. По подаче Topping D10B Lenset для своего класса очень даже неплох. Все чисто, выразительно и в меру детально, с правильным выделением вокала и общей тембральной проработкой. На фоне куда более дорогого E50, конечно, чувствуется упрощение, особенно в плане передачи инструментов заднего плана и прорисовки объема. Ну и разница в цене ровно в два раза. А так и особо придраться не к чему. Ухода в музыкальность, как в SMSF, здесь нет. Скорее наоборот, Topping делает упор на скорости и точности прорисовки акустического полотна. И если вы выбираете ЦАП в диапазоне чуть более сотни долларов, да еще и с балансными выходами, то D10B Lenset будет, наверное, самым оптимальным вариантом. Однако, если есть возможность взять E50, то сделайте это. Как бы не был хорош герой обзора, ступенька в качестве очень ощутима. Вопреки расхожему мнению, разница в ЦАПах имеется и услышать ее можно даже на наушниках за полторы сотни долларов. Я вот при тестировании использовал в основном свои любимые Kyber Aurora. В стилистике для своей категории преград никаких не вижу. Послушал оркестровую музыку, джаз, этнические запевы, электронику и металл. Все звучит вполне достойно. Без каких-то аудиофилских изысков, конечно, но четко, бодро и органично. Бас тут достаточно глубокий, текстурный, серединка сочная, выразительная. Да и верха особо не акцентированы, чтобы избавить нас от всякой ненужной грязи. Усиленного ухода в микронюансы тут тоже решили не делать, но в том имеется свой плюс. Нет той притянутой за уши рафинированности. То есть звучит ЦАП вполне естественно и для своего сегмента очень натурально. Есть, конечно, куда расти, но тоже за совсем другие деньги. Для тестирования я большей частью использовал Topping L50, дабы позволить ЦАПу раскрыться в полную меру. И действительно, усилительная часть этого же производителя куда более благосклонно влияет на звучание, чем, например, вариант от SMSL. Имейте это ввиду, когда будете подбирать что-то в связку. Хотя логичнее от него будет, наверное, все-таки L30, чтобы довести техничность до своего логического предела. Ну или же увести звук в мягкость ламповыми аппаратами, например, от XDoom. Кстати, в этом случае тембральный ЦАП вполне способен расправить плечи и удивить сочностью и мясной проработкой. Но это все на ваш вкус, смотря как вы планируете данный ЦАП использовать. Добавить не особо нечего, вполне, на мой взгляд, приличный аппарат. Итогом, Topping D10 Balanced имеет реально впечатляющее измерение, огромный приятный дисплей, балансные цифровые выходы и питание от порта USB. Минусы, честно говоря, даже затрудняюсь тут придумать. По звучанию же давать шаблонов, конечно, не рвет, но очень прилично играет, как для своей ценовой категории. Чисто, мелодично, и выразительно. В связке с каким-нибудь техничным усилителем может показать класс по отработке огибающих, а с лампой дать жару в плане сочности и насыщенности. Добротный ЦАП, ну а как конкретно он зазвучит, будет зависеть, конечно же, от вашей системы. Хотя я бы все равно подцепил бы к нему какой-нибудь гибридный преамп для лучшей массы, глубины и объема. А так, получился прилично сделанный аппарат с довольно широкими возможностями по поводу вывода цифрового и аналогового сигнала. Черную пятницу, кстати, на него тоже будет очень хорошая скидка. Да плюс всякие купоны, промокоды, имейте это в виду. А на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП топпинг D10 Balanced. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!